Здравствуйте! Вы смотрите наши новости. С вами Анастасия Шерстобитова. Мы работаем в прямом эфире. И вот какими новостями запомнится первый день осени. День белых бантов из золотых листьев. А у нас 1 сентября отметили двойной праздник. Впервые за 25 лет в Березняках открылась новая школа. Это одна из самых больших школ в нашем регионе. Даже с праздник и то без воды. Семь домов в Березняках остались без самого важного ресурса. Хочу сказать, что лично беру на контроль данную ситуацию. Учился хорошо, получи стипендию. В какую сумму превращаются оценки лучших березняковских студентов. Об этом и не только смотрите в ближайшие полчаса. Оставайтесь на своем. Школа – это мгновение, в которое ребенок становится взрослым. Сегодня по всей стране День знаний отмечают миллионы семей. В Березняках к этой дате приурочили и долгожданное открытие школы в микрорайоне Любимов. Ее построили в рамках реализации национального проекта образования. Поздравить первоклашек сразу с двумя праздниками приехали первые лица региона. Восхититься новым учебным заведением и стать частью исторического события удалось и нам. Исторический момент. Буквально пару минут и стены новой школы впервые наполнятся звуками детского смеха. То, что через несколько мгновений увидит волнующиеся первоклашки, сложно назвать просто школой. Это нечто новое, ультрасовременное, просторное, не поддающееся описанию. А вот и первый звонок. Перед школой собрались те, кому и посвящен праздник. С улыбкой душа и щурясь от солнца они ждут, не дождутся, когда впервые сядут за парты. Но сначала напутственные слова старшеклассников и даже первых лиц региона. Это одна из самых больших школ в нашем регионе. Помимо всех оборудованных классов, здесь две чаши замечательного бассейна, которые будут использовать не только наши любимые школьники, ребята, но и все жители этого замечательного микрорайона, да я думаю, Березняков, Соли и так далее. А еще это первая за последние 25 лет школа, построенная в Березняках. Именно здесь будут растить гениев инженерной мысли. Современная интересная школа, отличная от всех. Огромная, оснащенная по последнему слову, с шикарными лабораториями, физическими, химическими, биологическими. Потрясающее оборудование для информатики. Ребята, которые приходят в 10 класс, изучают углубленную математику, информатику, физику, для чего созданы все условия. Работают первоклассные учителя, преподающие данные предметы. Педагогический коллектив и правда золотой. Лучшие кадры в новой школе появились в том числе благодаря программе привлечения педагогических кадров, предусматривающей значимые льготы для учителей. С первого и до выпускного классов в инженерии, а именно так называется школа, в детях будут развивать инженерное мышление. Но и после выпуска на будущих вундеркиндов планы грандиозные. Нужна связь, взаимодействие этой школы с высшими учебными заведениями Перми. Это Пермский классический университет, думаю, должен обязательно стать партнером. Политехнический университет должен быть партнером этой школы с тем, чтобы школьники могли участвовать и в научных проектах, в научных конференциях. Школа рассчитана на 1224 учащихся. Уже записаны 1150 человек. Это дети не только из микрорайона Любимов, но и те, кто живет в Усолье и Орле. Тебе надо в школе всякие учиться, развивать свою память. И много еще тебе надо стихи учить, что надо заработать только пятерки. Именно такие малыши вдохновляют развивать образование в регионе. После посещения школы на заседании правительства администрации Березняков, краевые власти обсудили планы в этом направлении. Всего в 2021 году в Пермском крае введут в эксплуатацию 19 объектов образования, 9 школ и 10 детских садов. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, столько в регионе не строилось еще никогда. В этом году мы рассчитываем, что порядка 9 школ в регионе будут построены и порядка 10 детских садов. Сегодня на правительстве мы обсудили риски по строительным объектам. Мы всегда обращаем внимание на качество выполнения работы и сроки. И очень важно, чтобы то, что мы анонсируем, было реализовано. Отмечу, строительство каждого объекта ведется под контролем Минстроя и инспекции Госстроенадзора Пермского края. Благая цель, чтобы молодежь имела достойные и равные условия развития здесь и сейчас, вне зависимости от места проживания, уже реализуется. Ну а для школьников из инженерии на правобережье Березняков время первых уже началось. Анастасия Шерстобитова, Никита Игнатьев. Наши новости. Всего же 1 сентября в регионе открыли свои двери 850 образовательных учреждений. В них пошли свыше 535 тысяч детей. Уже по доброй традиции все утро и мы провели в окружении школьников и студентов. И пока одна съемочная группа наблюдала за поистине историческим событием на правобережье, другие тоже ловили трогательные кадры и эмоции. В старейшей школе Березняков побывала Елена Катаева. Четыре он прибавит, два по слогам читать снова. Сегодня Березняковская школа номер один открыла свои двери для 96 новых учеников. Еще вчера они были детсадовскими малышами, а уже сегодня носят гордое звание первоклашка. 1 сентября – волнительный праздник для всех. Ученики, родители, учителя – все ждут его с нетерпением. Развешивали всякие интересные картинки, готовили доску, готовили подарки для того, чтобы вы пришли в школу и вам здесь очень-очень понравилось. А знаете почему? Потому что школа, ребята, на целых 9 лет будет вашим вторым домом. Поздравить ребят прилетел и особый гость – Супермен, который даже поделился с первоклашками своей суперсилой. Вместе с героем девчонки и мальчишки потанцевали и повеселились. Ну а самым интригующим событием стали таинственные химические опыты с жидким азотом. 3, 2, 1! Теперь каждый ученик Пушкинской школы знает, что температура жидкого азота – минус 196 градусов. Отличный вклад в багаж знаний, который будет расти с каждым днем. Светлана Николаевна, поздравляю вас с 1 сентября. Кстати, про азот. С первой школой их связывает многое. Учебное заведение вместе с одним из старейших предприятий в Березняках-Одногодке. И уже в следующем году, как и город, отметят 90-летний юбилей. Разделить радость праздника решили и сегодня. Поздравить школьников и учителей пришел депутат-азотчик Даниил Сурков. Первая школа уникальна. В следующем году ей исполняется 90 лет. Она ровесник как городу, так и азоту. В этот праздник хочется пожелать учителям, в первую очередь, конечно же, терпения, а ученикам целеустремленности, желание получать новое знание, набираться опыта и готовиться к взрослой жизни. Первый урок – это не только радость, но и волнение учеников, ведь они впервые переступают порог школы. Тем не менее, первый шаг сделан, остается пожелать лишь в добрый путь. Я боялась идти, знакомиться. Все прошло ведь хорошо? Да. Все, молодец. Сегодня мы пришли проводить в первый класс среднюю дочку. Очень волнительно. Она мне говорит, мама, это будет мой самый любимый день в жизни, самый счастливый день в жизни, когда я пойду в первый класс. Елена Катаева, Кирилл Яранцев. Наши новости. День сегодня, как по заказу, кстати, выдался на редкость солнечным и теплым. А вот в целом прогнозы на сентябрь не особо радуют. Первый осенний месяц может стать самым холодным с 2008 года, да к тому же дождливым. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса ниже нормы. В ближайшие дни засуха в большинстве районов Пермского края завершится. Как рассказали в гисцентре Паганеву, 4 сентября в Прикаме сформируется активный южный циклон. Он может принести до половины месячной нормы осадков. Самым теплым днем первой декады предположительно станет 2 сентября. Ожидается до плюс 25 градусов. Ну а 5 сентября в Прикаме придет значительное похолодание с небольшими и умеренными осадками. Дневная температура воздуха может опуститься до плюс 5. Холодный период продлится, скорее всего, до середины месяца. А как же бабье лето, спросите вы? Синоптики утверждают, что в Пермском крае оно наступит только в том случае, если центр антициклона с европейской территории России существенно сместится на восток. К теме празднования Дня Знаний мы еще вернемся, а пока к проблемам насущным. Тем более, что никакой праздник их не отменяет, к сожалению. К инициативе по расторжению концессионного соглашения с Березняковской водоснабжающей компанией присоединяются краевые общественные деятели организации. Вопрос о возврате городского водоканала на баланс администрации Березняков поддержали на краевом уровне. С заявлением о необходимости передачи городских водоснабжающих сетей Березняков у Соли выступила представитель президентского движения «Общероссийский народный фронт» в Пермском крае Ирина Ивинских. Она отметила, что сложившаяся ситуация с водоснабжением в Березняках и у Соли является критической и недопустима. Я знаю, что жители Березняков сейчас собирают подписи за расторжение с Березняковской водоснабжающей компанией. Я поддерживаю эту инициативу как сопредседатель общероссийского народного Пермского края. Также хочу сказать, что лично беру на контроль данную ситуацию и считаю правильно, чтобы в каждом кране жителей Березняков была вода. Напомню, что уже больше двух недель в городе идет сбор подписей за передачу всех сетей водоснабжения под контроль муниципалитета. Эту инициативу поддержали уже несколько тысяч горожан. Причина – постоянные аварии на сетях водоснабжения и массовые случаи отключения воды. В очередной раз в День знаний Березняковская водоснабжающая компания оставила без воды семь многоэтажек на Советском проспекте. Сотни людей вынуждены были терпеть неудобства из-за очередной течи в районе Комсомольского парка. Напомню, с БВК у города заключено концессионное соглашение. В рамках него должна проходить плановая модернизация сети. Вместо этого, по экспертным данным, количество аварий с 2017 года выросло почти на 70%. Потеря воды в сетях составляет около 34%. О неисполнении инвестиционной программы может составить 100 миллионов рублей. На основании этого депутаты Березняковской думы признали результаты работы Березняковской водоснабжающей организации неудовлетворительными. Сбил пешехода насмерть еще в апреле и только сейчас может получить приговор. Буквально сегодня утром стало известно о решении Краевой прокуратуры утвердить обвинительное заключение в отношении жителей Перми. Подробности этого и другого происшествия уже готова рассказать моя коллега Любовь Битнер. На очереди патрульная рубрика «Слушаем тебя, Люба». Да, спасибо, коллеги. Эта авария произошла еще 24 апреля. На подъезде к Красавинскому мосту обвиняемый выехал на правую обочину дороги, где и допустил наезд на пешехода. После этого он скрылся с места ДТП, даже не подумав, что тому нужна медицинская помощь. Пешехода госпитализировали, но он скончался в больнице. В течение суток водителя задержали. У 33-летнего мужчины не было водительского удостоверения. Также его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но суд еще не состоялся. Прокуратура только утвердила обвинительное заключение по статье нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения. Дело будут рассматривать в Кировском районном суде. И еще одно судебное заседание, но уже в Березняках, состоялось 31 августа. Касается оно несанкционированных свалок. Рассмотрев гражданское дело по иску Березняковского межрайонного природоохранного прокурора к администрации города, суд Березняков пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Так что вполне возможно, мест, где много мусора, в городском округе станет меньше. Следующая новость от наших огнеборцев. В воскресенье на пульт диспетчера поступил звонок. Взволнованные горожане рассказали, что в окрестностях Усолья полыхает лесной низовой пожар. По сути, это одно из самых опасных возгораний, когда из-за тлеющей подстилки может выгореть большое количество деревьев. На месте пожарные установили, что горение было средней интенсивности. Обгорели сосны на площади в один гектар. По факту пожара ведется проверка. Причины и ущерб устанавливаются. А 9-й отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березняковскому городскому округу напоминает, что на территории Пермского края действует особый противопожарный режим. Нельзя разжигать костры в лесах, например. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Что ж, и это все на сегодня. Коллеги! Спасибо, Люба! В первый учебный день стал известно и о кадровых изменениях в управлении образованием города. На должность заместителя начальника управления образования назначена Екатерина Потехина. Замечу, личность известная в сфере образования Березняков и Соликамска. Долгое время Екатерина Николаевна трудилась на одной из руководящих должностей лицея номер один. И вот сейчас станет правой рукой начальник управления образования Березняков. А какие еще новости сегодня активно обсуждают в стране, регионе и верхниками, сейчас узнаем. С сегодняшнего дня в России вырос размер больничных по уходу за детьми. Теперь, если малышу до 7 лет включительно, оплачивать его будут в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника. Напомню, по общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. По подсчетам Министерства труда и социальной защиты, претендовать на увеличенные больничные смогут свыше полутора миллионов родителей. Кстати, медиков скоро станет больше. Впервые в медколледже Пермского края в этом году пришли учиться студенты-целевики. По завершении обучения они будут работать в больницах региона, в том числе в Соликамске. На первый курс уже поступили 39 человек. Процедура заключения целевых договоров продолжается. Всего на 2021-2022 годы готовы принять 100 человек. По условиям договора им ежемесячно выплачивается 2000 рублей. По окончании колледжа выпускник должен будет трудоустроиться в Государственное медицинское учреждение подведомственное Министерство здравоохранения Пермского края и отработать в нем три года. Он может также продолжить целевое обучение в ПГМУ, заключив новый договор в приоритетном порядке для обучения на врача. В поселке Широковский, между тем, завершается установка шести блочных котельных, а это значит, что будущая зима сельчанам не страшна. Введение в эксплуатацию котельных позволит обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов. Всего их более 300. Также на этот год запланирована разработка проектно-сметной документации для 32 объектов, в том числе в Кизеле. Там систему теплоснабжения будут модернизировать уже в следующем сезоне. Когда 1 сентября – двойной повод для праздника. Сегодня в День знаний в Березняковском филиале ПНИПУ состоялось еще одно торжественное мероприятие. С главными его героями вас уже готова познакомить Любовь Битнер. Поздравляю вас с началом первого вашего учебного года в стенах вуза. Мы широко раскрыли двери для вас. Кажется, самый важный День знаний бывает только раз в жизни. Но нет. После школы все снова впервые. Лекции вместо уроков, курсы вместо классов и, наверное, самое приятное – стипендии. Однако ждет этот бонус, конечно, не всех и не сразу. Поэтому первокурсники сегодня с интересом смотрят на старшеньких. Лидеров в учебе. Тех, на кого хочется равняться и ориентироваться. У ребят сегодня двойной повод для праздника. В День знаний им вручают сертификаты на именные стипендии от градообразующих предприятий. Поздравляем, Владимир. Спасибо. Да, большие молодцы. Спасибо. Владимир Ботев – один из 15 студентов вузов и СУЗов, которых поощряет сегодня по итогам летней сессии филиал «Азот» компании «Уралхим». Хорошо учился, активно занимался наукой. Вот и заслужил 3,5 тысячи рублей ежемесячно. Награда за хорошие оценки, естественно, за активное участие, написание статей и тому подобного. Это главное стремление и поставить перед собой цель закончить хорошо хотя бы и идти к этой цели вперед. Программа «Молодые специалисты» действует на «Азоте» с 2011 года. Получив достойное образование, выпускники могут рассчитывать на эффективное собственное развитие и, возможно, станут частью коллектива филиала «Азот». Стипендиат «Азота» Татьяна Богомолова отмечает, что для любого студента важно трудоустройство. Иначе для чего вообще учеба в вузе? Хотела давно, чтобы «Уралхим» меня заметил, потому что мне интересно это предприятие. Я хочу себя потом в работе на этом предприятии попробовать. И я специально проявляла себя во всех олимпиадах, старалась показать себя. И это однозначно получилось. Ведь вручают именные стипендии ребятам представители компании. От «Азота» Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу. И тот багаж, который вы сейчас, свой профессиональный багаж соберете, именно он будет сопровождать вас всю вашу профессиональную жизнь. Поэтому учитесь, трудитесь и именно получайте все знания, которые вам здесь дают преподаватели. Это будет залог вашего успеха в профессии, ну и значит в жизни. Еще пять третикурсников сегодня стали счастливыми именными стипендиатами «Уралкалия». Сотни выпускников вуза уже работают в компании. И вполне возможно, что эти ребята скоро пополнят их ряды. Алексей Сытин, например, всерьез задумывается, а как же это сделать? Ну, может запомниться «Уралкалию» и пойти на предприятие, потому что я не являюсь целевым студентом. Вот, и нужно себя проявлять. Я учусь на инженера-механика, вот, по специальности механик, видимо. Ну, начинают это все с низов, так что начну со слесаря и хотелось бы дальше подвигаться по краю на лестнице. Между тем, близится 63-я годовщина работы Березняковского филиала Политеха. За это время вуз выпустил более 11 тысяч инженеров, которые работают на градообразующих предприятиях. Как отмечают их руководители, именно такие соревнования в учебе с наградой в виде стипендий от компании помогают готовить более квалифицированных специалистов. Почему мы это делаем? Чтобы поддержать один из старейших вузов Верхнекамья, который готовит специалистов по профильным для нашей компании специальности. Ведь, чтобы устроиться на работу своей мечты в крупную компанию, ребята должны получить достойное образование. Получать именно стипендии от предприятий отличившиеся студенты будут до следующей сессии. А после придется снова доказывать лидерство. Прекрасный повод взяться за гранит науки с удвоенной силой. Любовь Битнер, Владимир Покровский, Наши новости. А теперь самое время напомнить, что нового ждет детей и их родителей в новом учебном году. Тем более, что изменения действительно грядут и не только в связи с пандемией. В частности, отныне школьники будут писать меньше контрольных работ и познакомиться с основами финансовой грамотности. Об этом сообщает парламентская газета. В день не будет больше одной проверочной работы. И контрольные же, в соответствии с новыми рекомендациями, Министерство просвещения и Рособорнадзора в одной параллели классов предлагается проводить не чаще одного раза в две с половиной недели. В части школ начнут изучать финансовую грамотность. Знакомство с темой будет проходить в рамках уроков математики, окружающего мир общества знаний и географии. В начальной школе детям планируют объяснять, например, правила безопасности при оплате покупок онлайн. А уже с пятого класса их будут учить, как оценивать бизнес-риски. Что касается мер предосторожности из-за коронавируса, то даже один выявленный в классе случай означает карантин и дистанционное обучение для всех. Поэтому родители просят внимательно следить за состоянием детей при первых признаках инфекции, оставаться дома. До трех дней это возможно и без наличия справки. Массовые мероприятия и смешивание коллективов исключены. 1 сентября для нас сегодня начало нового учебного года, а для жителей Допетровской Руси эта дата была сродни 1 января. Именно тогда начинали отчет нового календарного года. А благодаря чему еще этот день однажды вошел в историю Верхнекамия? Смотрим. 1 сентября в масках и перчатках вот чем запомнился День знаний 2020 тогдашним будущим первоклассникам и их родителям. А еще, наверное, тем, что торжественные мероприятия в этот день в большинстве школ вообще отменили. Где-то провели линейки, но без участия родителей. Однако чаще первоклассников просто разводили по кабинетам и начинали знакомить друг с другом, а также с их классным руководителем. К слову, таким День знаний был впервые. 5 лет назад мы прощались, пожалуй, с самым активным за последние годы летом. Два месяца тогда березняковцы ходили на бесплатные тренировки в парках и скверах в рамках масштабного городского социального проекта «Твое лето». Кроссфит, зумба, фитнес для мам, десятки мастер-классов по дворовым играм и танцевальные вечера. Всего более сотни занятий для горожан провели тренеры-участники проекта. В 2015-м в этот день мы рассказывали, как отмечали свой профессиональный праздник Березняковские и Соликамские шахтеры. В тот день колейщики участвовали в конкурсе «Профмастерство. Лучшее звено по комбайновым комплексам». Среди рудоуправлений устроили соревнования с историческим подтекстом. Все этапы игры были связаны с экспедицией профессора Преображенского, который, к слову, вместе с коллегами поднял Керн Сильвенитов в районе Соликамска. Колейщики показали эффективную работу в команде и даже собрали буровой станок «Дэви Каликс». Лидером состязаний тогда стала бригада шахтеров 2-го Соликамского-Калийного. А мы вновь продолжаем рассказывать, как прошел самый волнительный и долгожданный день для березняковских первоклассников. Сегодня вечером у ребятни будет не только множество эмоций для разговоров с родителями. Первоклассники вернулись домой из школы не с пустыми руками, а с подарками. Кто и чем порадовал детей, выясняла наша Ольга Максименко. Прощайте тихие часы и игрушки. Еще вчера детсадовцы, а сегодня такие важные в строгой школьной форме школьники, знакомятся со своим первым в жизни наставником. Антонина Васильевна. «Понравилась педагога?» «Да». «Какая? Первое впечатление?» «Вещевая, добрая». «Ты готов? Взрослой, получается, жизни?» «Да, я даже рада, что из Солика ушел». «Почему?» «Потому что мне приходилось спать, есть. Какой-то Солик невкусный». Для школы номер три это прохладное первосентябрьское утро запомнится теплым событием, признается директор Ольга Горохова. У одного из сильнейших учебных заведений города сегодня день рождения. Нам 45 лет. Школа 45 лет назад в 1976 году открыла свои двери для мальчишек и девчонок. И мы сегодня, когда проводили праздничную линейку для первоклассников, говорили им, что вот они 45-й раз пришли вот эти новые мальчики и девочки. Море цветов, воздушные шары и полезные и приятные подарки. Пожалуй, вот таким запомнят эти первоклассники свое первое сентября. Тысячи новоиспеченных школьников из Березняков и Соликамска нынче получили сюрпризы от компании «Уралкалий». Компании «Уралкалий» подарили подарки жителям Березняков, первоклассникам. Порядка двух тысяч первоклассников получили подарки. Ну и также жители города Соликамска по три тысячи. То есть компания, как всегда, поддерживает и детей, и спорт. Изготовленные по специальному заказу, развивающие игры, таблица сложения и мешки для второй обуви стали памятным и полезным подарком в этот знаменательный день. Это может понадобиться, чтобы считать цифры. Школа – наш второй дом. Мне интересно было то, что у нас очень красиво в классе. Очень хорошо. И учительницы хорошие. Ребята хорошие. Понравились подарки, которые компания «Уралкалий» предоставила? Очень. Чем тебе понравилось? Они понравились то, что они очень занимательные, очень хорошо ими можно заниматься. Также компания «Уралкалий» вручила около 800 подарков детям своих сотрудников. Каждый первоклассник получил набор канцелярских товаров и сладкий подарок. Первый сентября – это не просто день. Это день, который определяет всю дальнейшую жизнь для выпускников школы. Для первоклассников – это тоже определяющий день, когда они входят в новую жизнь. Их родители тоже вступают в новую жизнь, тревожную, интересную и очень ответственную. Узнавать много нового, знакомиться с одноклассниками и получать хорошие оценки ребята начнут уже завтра, когда пройдут первые занятия. Пожелаем им сил и энергии для первых взрослых побед. Ольга Максименко, Кирилл Яранцев. Наши новости. На сегодня это все новости. Еще больше интересного вы всегда можете найти в группах «Сваё ТВ» в соцсетях и на страницах газет нашего медиахолдинга. Считайте в свежем номере Березняковского рабочего. Врачи ковидного отделения Березняковской больницы рассказывают о своих буднях и дают советы горожанам. Библиотека номер 11 лечит детей сказками. Яна Геева придумала для читателей экологическую викторину с призами. А также в номере, как всегда, полезное объявление с конворды. Подписывайтесь на Березняковский рабочий через Бирбанк онлайн и по телефону 20 15 47. Будьте в информационном потоке вместе с нами. Я же на этом прощаюсь. С вами была Анастасия Шерстовитова. Хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова